Цветной бульвар даже утром полон людьми. Отдыхают взрослые, играют малыши. По графику здесь появляется и поливальная машина. Новая техника не только увлажняет тротуар, но и сбивает пыль и листву с плитки. Времени на пусть даже маленькую остановку нет, говорит водитель. В связи с летом, сезон, сейчас работы много. Отдыхающие просто увеличивается. Людей много, и, соответственно, и работы очень много. Старания коммунальщиков местные жители оценили. Перед моим домом регулярно с утра, а потом где-то к вечеру тоже. Это проходит мужчина, все это собирает, новые складывают, пакеты туда очищают. Вообще убирают хорошо. Фактически каждое утро проходится, то есть вот с дорог убирают все шишки, листву, то есть как бы в этом плане довольно. Мусорки всегда пустые, то есть нет такого, что они переполнены. Но стоит отойти чуть в сторону и заметны следы обычной человеческой халатности. Грязное крыльцо магазина, выброшенный под окна мусор, вынесенный прямо к проезжей части, старый матрас. Мусорный бак он не поместился, как и многое другое, сложенное у контейнеров. Анатолий Пахомов распорядился пересмотреть график вывоза отходов и вывозить чаще, если это необходимо. Но не всем работа по очистке города в радость. На соседней улице мужчина чересчур агрессивно решил реагировать на критику. Разобраться, что мешает нормальной беседе, отсутствие воспитания или алкоголь был вызван полицейский. Глава Сочи ещё раз отметил, необходимо срочно усилить работу по борьбе с пьянством, не сбавлять темпы и по появлению самовольно построенных павильонов. На тротуаре седьмой школы целый торговый комплекс. «Правовому управлению выяснить, когда, каким судебным решением. И по новым открывшимся обстоятельствам открываем новое судебное заседание до обжалования». Глава города напомнил, сейчас разгар курортного сезона, а время себя рекламировать действиями, уборкой, озеленением, сервисом. И к этой задаче как можно активнее должны подключиться именно предприниматели, чей доход напрямую зависит от успеха курортного сезона. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.